Всем привет, друзья! Серия А могла сменить лидера по итогам текущего тура, но Ювенту своим неудачным выступлением только спровоцировал Интер на такое же. Антонио Конте было не втерпёшь, а когда слишком спешишь, может случиться фальстарт. А перед началом этого обзора я напоминаю вам, что он создан при поддержке постоянного партнёра моего канала, компании MarathonBet. MarathonBet выше коэффициенты, больше выигрыша. Ссылка на официально самого надёжного букмекера в закреплённом комментарии. Традиционно после Лиги Чемпионов некоторые команды в родных чемпионатах теряют очки там, где они бы ни в жизни их не потеряли, находясь в оптимальной форме. Ювентус поехал в гости к Летче и не победил там. Хотя, конечно же, команда Сари переиграла полностью соперника по всем показателям. Здесь абсолютно не важны какие-то тактические моменты и так далее, потому что всё банально делала разница в классе. Поэтому у Ювентуса больше удара, владения и так далее, и так далее, и так далее, потому что банально это Ювентус, а это Летче. Но! А без Криштиану Роналду в составе Ювентус промазал абсолютно все моменты с игры. Абсолютно все. Где-то, конечно же, оборона Летче ложилась костьми. Где-то просто не повезло Ювентусу. Где-то Бернардески потеряет место в основе, когда вернётся Дуглас Коста. А где-то Игуаин, потому что он Игуаин. Итог этого матча – ничья 1-1 после двух пенальти во втором тайме. Сначала Миралем Пьянич показал силу своего футбольного интеллекта, ускорился там, где надо, добежал до линии штрафной площадки и подставился под очень непонятный и неудачный подкат соперника. Я вот никогда не понимал, зачем эти подкаты длиной в 5-7 метров без борьбы абсолютно, чтобы даже каждый Миралем Пьянич, не будучи нападающим по своему футбольному образованию, понимал, как под тебя подставиться, чтобы заработать пенальти. Вот зачем вот это вот всё? Точка Пауло Дибала 1-0. И казалось, что Ювентус снял уже проклятие этой обороны Летче. И сейчас на контратаках добьёт соперника. Но не тут-то было. Месть Летче не заставила себя долго ждать. Буквально минут через 5 пенальти был назначен уже в ворота Войцеха, честный, потому что в очередной раз в этом сезоне Матейс Делихт сыграл рукой в своей штрафной площадке. Вот какой раз это уже в этом году? Правильно, не первый. Этого уже достаточно. Вообще далеко не первый и, по-моему, даже не второй привезённый пенальти в ворота Ювентуса от Матейса Делихта. Знаете, критиковать его, конечно же, я не хочу, потому что понятно, что Матейс Делихт взят на перспективу. И его оценивать мы будем гораздо-гораздо позже, через несколько сезонов хотя бы. Вот что такое Матейс Делихт в Ювентусе? Но вот конкретно сейчас, вот что происходит? Вот что? Я заметил одну такую небольшую деталь. Как мне кажется, Матейс Делихт замедлился раза так в полтора по сравнению с прошлым сезоном в Аяксе. И теперь это повлияло на него и с точки зрения дистанционной скорости, и с точки зрения скорости реакции. Как мне кажется, он стал немножечко тяжелее. Просто физически. Как мне кажется, опять же, с Матейса Делихта сейчас пытаются слепить гору в Ювентусе. Как мне кажется, опять же, он набирает банально мышечную массу, просто вес. И вообще с него хотят сделать вот такую каменную гору. Но поскольку тело еще молодое, оно пока не каменная гора, а такая немножечко желейная. И вот эти вот все руки, которые то там, то здесь, то там, вылетают. И, пожалуйста, вот тебе пенальти за пенальти и за пенальти. Но поскольку, заметьте, Маврицио Сари не меняет все равно Делихта в составе, там, на кого-нибудь другого. Просто пока к Елене нет. Вот ты, ругань, иди, на. Ты тут иногда стоял. Вроде бы как иногда даже неплохо, но, правда, тоже так себе. То Делихта не убирают. А значит, Сари понимает, что происходит. Значит, он понимает последствия того, что с ним сейчас делают. Какие-то, возможно, диеты и так далее. Но с него хотят сделать просто огромную гору. А тело слишком еще молодое. Для вот этих вот всех экспериментов. Но Ювентус ждет. Просто ждет терпеливо, пока Делихт вырастет нового Ван Дейка. Хотя они, конечно же, немножечко разные по конституции тела. Так вот. Ничья 1-1. Но у Ювентуса было еще 20 минут. И Ювентус играл эти 20 минут, по сути, даже больше, чем 20 минут. Но последнюю 20 минутку Ювентус играл в большинстве. Потому что у Летчи не было уже замен, а сломался один из футболистов. Но Ювентус не дожал по причине того, что и у самого Ювентуса тоже был не совсем боевой состав. В конце, потому что Бентанкур доигрывал тоже с повреждением. А Игуину оставили шрам на всю жизнь, на весь лоб. И, конечно же, это просто было кошмарно. С локтя ему вратарь вышел, ну, очень так шикарно, конечно, по-вратарски. Но Игуина жалко. Потому что вот я разбил себе бровь вот здесь, в пятом классе. До сих пор, если присмотреться, виден шрам. А там тупо весь лоб. Там будет такой... О, кошмар. Бедный Игуин. У Ювентуса были моменты. И вообще, вообще, дело даже не в тех моментах. Дело в том, что вот этой нервной концовке с еле добегающим Бентанкуром или с травмой Игуина, этого всего могло бы не быть. Забивай, пожалуйста, Пауло Дибало в первом тайме один в один. Либо же Бернардески во втором тайме уже в пустые вороты, когда он обыграл даже вратаря. Вот один из этих двух голов приди, и не было бы этих мук у Бентанкура, и не было бы разбитого лба у Гонсало Игуаина. Вот для таких мелочей где-то забить выход один в один, где-то попасть в пустые ворота, и не хватило Криштиану Роналду. И воспользоваться этой потерей очков Ювентуса просто обязан был Интер. Все, что надо было сделать команде Антонио Конте, чтобы вернуть себе первое место в таблице, это обыграть дома Парму. Но здесь тоже ничья, правда, с другим счетом 2-2. На самом деле, как показала практика, ничья Ювентуса против Летча только усложнила задачу для Интера. Это некий парадокс чемпионата Италии, потому что Ювентус спровоцировал Интер на более открытый матч. А если Интер будет более открытым, потому что будет спешить выиграть у Пармы, потому что есть шанс обогнать Ювентус, то Парма поймает Интер на контратаках, потому что там есть кому ловить. Там есть Карамо, там есть Жервини. Вот, пожалуйста, Карамо, герой этого поединка в составе Пармы. Человек, который на самом деле принадлежит Интеру сейчас. Он просто в аренде у Пармы. И вот Карамо показал сразу две вещи. Во-первых, топ-клубы, вообще любые клубы в этом мире, не должны выставлять ограничения по поводу того, что футболист не имеет права сыграть против тебя же. Потому что он арендован у тебя же. Нет, это глупость. Потому что, как мне кажется, ну как бы если клуб арендовал кого-то, то теперь этот футболист принадлежит им хотя бы на время. Его можно использовать везде. А не ты будешь здесь играть, ты здесь не будешь играть, потому что тебе запретили. Это, знаете, как будто бы, не знаю, там я арендовал автомобиль, и мне человек говорит, ты знаешь, ты как бы есть везде, но вот в тот город не заезжай. Потому что эта машина там в розыске. Конечно же, если я арендовал тачку, я могу ездить на ней там, где я захочу. Вот точно так же и с футболистами. Я его арендовал, сорян, он будет играть у меня везде, где я захочу. Но вторая вещь, которую показал Карамо, она как раз показывает то, что почему клубы боятся и не хотят, и запрещают своим игрокам играть против них же. Потому что Карамо просто укатал оборону Интера в этом поединке. Хотя команда Антонио Конте и забила первой. Снова забивает Антонио Кондрево, который забил и в Лиге Чемпионов, и сейчас в матче Чемпионата. Таким образом, он показывает, что он готов зацепиться за этот шанс, пока Дамброзио не может играть и занять его место в основе. В общем-то, что Кондрево, что Дамброзио должны быть благодарны Антонио Конте, потому что они уже спали несколько лет, и этот человек просто банально их разбудил. Но потом наступило время Карамо. Когда Парма сравнивала счет, Интер показал, что катать мяч в одно касание на своей половине с защитниками, центральным хамом, это все не их. Держание мяча – это, в принципе, не про Интер. И они взяли и привезли этот глупейший гол. Карамо купил Година. В том плане, что Годин не верил. Не верил в то, что Карамо будет бить. Годин пласировался, Годин ждал подстраховку. Вроде бы все пришли, уже четыре человека вернулись назад. Никто не встречает Карамо. Тот, пожалуйста, с линии на тебе в ближний, Ханданович, вынимай. А потом был второй гол Пармы, который пришел просто из ничего. И это же настолько похоже на гол Локомотива против Ювентуса, что он как бы просто вынос. Там был, по-моему, вынос со свободного. Но здесь просто вынос со своей половины. Брозович, по-моему, махает мимо мяча головой. И вот Карамо получает пространство, мяч и нескольких защитников перед собой. Обыгрывает Бануччи. Бануччи. Вот, видите, уже пошли параллели. Обыгрывает Година, точно так же, как Миранчук обыгрывал Бануччи. Примерно таким же точно финтом, на таком же самом движении. Уходит в центр. Там идет круговая подстраховка. Бастони этого молодого защитника вообще нет на позиции. На место обыгранного Година идет Шкриняр. Тем самым оставляет правую зону. Там Жервиньо, передачка. Жервиньо забивает Жервиньо. Это не Жуао Марио. Поэтому он смог забить с первой же попытки. И вот таким образом Карамо делает гол плюс голевую против своей команды, которой он принадлежит. Но это же только плюс и для него, и для Интера. Кстати, Интер, вот я не знаю, зачем они отдали его. Потому что Карамо, кто смотрит мои обзоры очень давно, вы замечали, что когда-то я его вспоминал. По-моему, то ли в прошлом, то ли даже аж в прозапрошлом сезоне. Когда дела шли не очень, они решили выпустить Карамо. И Карамо был единственным, кто играл в атаку в Интере. Вообще, в принципе, в те нелегкие времена. Они его отдали в Парму. Вот отдали, получите. Это ваш косяк, ваша проблема. Вот вас кнули носом. Пожалуйста. Таким образом, Парма воспользуется этой более открытой игрой интро. Потому что в моменте с первым голом катали мяч, но слишком мало хавов оставалось в центре поля. Они обрезались. И не хватило кого-то, кто бы мог помочь потом. Хотя и так вчетвером можно было задавить Карамо. Во втором голе, пожалуйста, где был Бастони, вообще непонятно. Просто, где этот молодой гуляет. В общем, 2-1 первый тайм. И Ювентус такой смотрит и думает, господи, да в принципе нормально мы сыграли против Летча. Нормально, сейчас еще в отрыв уйдем. Но! В начале второго тайма Интер забивает быстро гол. Гол, который еще раз подтверждает ту вещь, о которой я говорил не так давно. Но, что ВАР это офигенная технология в руках тех людей, которые могут влиять на результаты матчей. Просто офигенная. Потому что сначала гол не засчитывается из-за офсайда Кондревы. С видеоповторов видно, что да, Кондрева вроде бы как в офсайде. Камера так снимает, что наверное Кондрева в офсайде. Потом они выдают на пару секунд свою графику, на которой видно, что вряд ли Кондрева не в офсайде. Ну вот вряд ли. Потом они быстро это убирают с экрана и крутят просто повторы этого момента. Без графики уже. На графике, который они нарисовали, четко видно, что они всячески пытались убрать Кондреву из офсайда. Они нашли последний шип на ноге защитника Пармы. Самый последний, который только можно было. Провели там линию, а линию Кондревы проводили по носочку бутсы. Но, как вы понимаете, если камеру чуть развернуть, то там окажется, что линию надо проводить не по носочку бутсы. Там, во-первых, даже колено ближе к воротам Пармы, чем носочек бутсы. А наклон корпуса вообще никто не учитывал. Вообще никто. И в Англии, например, в таких случаях сейчас пытаются опускать перпендикуляры с плеча. Вот это вот все вы видели, да? Пусть немножечко такие странные. Ну, они хотя бы пытаются. Здесь попытки не было сделано. Здесь просто камера под углом. Две линии, которые не отражают действительность. Это не та проекция совершенная. Тут непонятно, есть офсайт или нет. Как мне кажется, там офсайт должен был быть. Минимальный, но должен был быть. И вот мы наблюдаем, что в похожей ситуации, например, в Лиге Чемпиона, в матче Реал-Брюге, вспоминайте, как не зафиксировали офсайту Серхио Рамоса. Там нашли ракурс, с которого видно, что вроде бы как Серхио Рамос находится в правильном положении, потому что где-то там кто-то оставил свою ногу. И если там правильно снять, да провести, то вне игры нет. Возможно, там вне игры и не было. Я не спорю. Возможно, они нашли ракурс, с которого это можно хотя бы доказать. Здесь никто ничего не доказывал. Здесь просто хреновый ракурс, две линии, гол. А, например, не помню, то ли на Мане, то ли на Стерлинге в этом сезоне. По-моему, на Стерлинге в матче против Вестхэма, если я ничего не путаю, там опускали перпендикуляр с плеча. Там вот такая вот транса была, пару миллиметров, и они поставили там офсайт, потому что если уж ввели вар, то будьте добры, рисуйте правильные линии, правильную графику. Здесь графика дно, и гол, который, в принципе, возможно, и был забит с нарушением, засчитывается. И того, какой смысл в вар, если он используется так, как хочется его использовать в зависимости от ситуации. Где-то можно настоять на том, что все-таки там был офсайт, где-то можно нарисовать, ну, как бы вот так, и вот там офсайда нет. Поэтому я за вар все равно всегда буду, но пока не будет камер 360, которые снимают 4К, где вот точно можно с любого ракурса развернуть эту картинку, момент передачи посмотреть, до тех пор вот так вот будут влиять на игру. Кто-то поставит, кто-то не поставит, кто-то нарисует правильно, кто-то не очень, кто-то с перпендикуляром, кто-то нет. Поэтому пока это неразбериха, этой неразберихой пользуются те клубы, которым, наверное, выгодно этим пользоваться. Я никого не обвиняю, потому что у меня нет никаких доказательств, у меня просто догадки. Поэтому я бы здесь все-таки нашел ракурс с камеры, если она доступна, эта камера, этот ракурс, с которого бы точно было видно, что Кондрева должен был быть в небольшом офсайде. Либо плечом, либо коленом, но он должен был быть в офсайде, а то, что нарисовали, это просто курям на смех. И у Интера был еще целый тайм практически, чтобы вырвать здесь победу. Ювентус уже смотрел за всем происходящим не такими радостными глазами, но гола все не было, не было и не было. Антонио Конте понимал, что еще одной контратаки и еще одного пропущенного гола его сердце не выдержит. Оборонительное сердце Антонио Конте, поэтому он снял Диего Година на 65-й минуте, выпустил Деврея, потому что Годин уже за Карамо не уследил бы еще раз 100%. Вот поэтому Годин-то и ушел из Атлетико Мадрид. И как мы видим, что ведь есть же стереотип, что чемпионат Италии, он для старперов, он подходит, там скорости небольшие. Да, небольшие, да, вот в этом матче было показано, какие небольшие скорости в серии А, что аж Година пришлось снимать. Также Антонио Конте выпустил Эспозито вместо Лаутаро, потому что Лаутаро не шло. Лукак он все-таки оставил просто в надежде на какой-то, не знаю, там стандарт, подачу, игру головой и так далее. Гола не было, не было и не было. Парма уже не ходила ни в какие контратаки, тоже был заменен по ходу поединка уже ближе к концу. И Карамо, и Жервиньо, все, они уже все устали, и Парма просто отбивалась. А Эспозито, молодой, мог забить здесь, мог принести победу, Интер мог выиграть. Но, знаете, вот Интер в данном матче, он показал, что атака это не их, конечно же, самое главное качество, самое лучшее качество. Не атака совершенно, хоть Лукаку и забил со второй попытки, там разворачивался, да, бульдозер гусеничный. Хоть это и не их, поэтому ничья здесь справедлива. Если оборона Интера дает сбой, то атака Интера далеко не всегда может перебить все погрешности обороны. Вот здесь было 29 ударов, вроде бы как много, а посмотрим на удары в створ, 6-5 в пользу Интера, всего лишь. Поэтому Ювентус здорово спровоцировал своей неудачей Интер на более открытый поединок, и этим воспользовалась Парма. Поэтому вот так вот интрига и продолжает сохраняться в серии А, хотя, конечно же, выход Интера на первое место только бы увеличил эту интригу, градус бы увеличил. Хотя сейчас и Ювентус, и Интер теряют очки, и тут Наполи, и Аталанта потирают ручки и готовы уже сокращать отрыв. Хотя и Наполи, и Аталанта тоже после Лиги Чемпионов, здесь тоже могут быть самые разные варианты. Хотя вот им-то как раз нельзя ни на что сейчас сворачивать свои беды, потому что Интер и Ювентус не будут давать много шансов на то, чтобы их догнали по ходу этого сезона. Вот, пожалуйста, один из них, да еще и синхронный. На этом все, большое спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится, но самое главное вы знаете, играйте в футбол. Субтитры сделал DimaTorzok